на самом деле много факторов есть первый фактор это я считаю что это личный бренд собственника лицо компании если у бренда есть лицо то сейчас сто процентов это очень сильно его отстраивает откурентов и успех бренда очень сильно сильнее это лицо успешно там да в кругах сколько людей его узнают когда они приходят в точку понимать что не знают собственника знает его ценности как доносит до гостей до клиента своем личном бренде так и быстрее бренд становится успешным второй наверное это ценности компании если ценности бренда настолько донесены покупателю в точке через персонал через корпоративную культуру и дух компании в скриптах прописанного кассира того же самого конечно же когда мы берем на работу сотрудников мы сразу рассказываем что такое наш бренд для чего он создан какая у него миссия сотрудник когда уже общается с гостем с клиентом он доносит все эти ценности и конечно же успех бренда уже выходит на новый level up и третье это миссия компания каждый сотрудник и каждый гость который приходит например в нашей точке он понимает мы меняем ассоциации например слова шаверма меняем нашу нишу но я как собственник это проношу через свой личный бренд и рассказываю об этом своих социальных сетях так далее это все определяет очень сильно успех бренда принципе за последние три года это нам сделало большой рост и отстройку от конкурентов потому что другие вкладываются в маркетинг вкладываются инструменты которые уже много-много лет на рынке но не дают открытость за счет того что я как лицо компании открыт и доношу все ценности бренда у себя в своем личном бренде и у нас он взаимосвязан полностью симбиоз произошел то за три года мы смогли сделать x10 от того что другие там бренды реально 10 лет это выстраивать нам дан космический шанс связи с тем что когда я приходил на рынок он был монополизирован и занят и чтобы туда зайти нужно было очень много сил приложить не только денег но еще сил доказать гостю потребителю новому что есть новый продукт новый бренд и при этом тебе скупает весь трафик другие монопольные компании там наших нишек да и вот какой-то момент их просто не стало они перестали лить такие деньги на маркетинг и так далее я поле освободилась и гость стал свободным его просто нужно забрать захватить его внимание показать что у нас продукт лучше и влюбить себя все и дальше он останется с тобой поэтому так в любой сейчас ниши нам дали шанс если мы за ближайшие пять лет полностью заберем этот рынок то когда компания не вернуться все равно в любом случае они вернутся по другим названием с другими возможно позиционированием на рынке но они вернутся но я думаю что если правильно выстроить стратегию через пять лет им будет очень тяжело они нам потому что мы уже рынок заберем поэтому опять же важно здесь открытость очень круто работать с гостем возвращать его всегда ltv но и работать круто с маркетингом чтобы заходить внимание и дальше оставить его у себя поэтому я считаю что это очень хороший шанс для развития бренда и сети в целом у меня в миссии компании прописано что мы хотим за заслужить доверие во всем мире вырастить здоровое поколение нашим здоровом продукте когда я это писал начал у меня конечно была цель на санкт-петербург реально мы хотели изменить нишу хотели изменить ассоциации к слову шаверма и чтобы люди через там три пять лет приходили и говорили как раньше было с бургерами это раньше было не модное блюдо да и в какой-то момент многие крутых рестораторов зашли в эту индустрию и изменили продукты сейчас люб то же самое я делаю с шавермой и вот прошло три года и сейчас реально многие рестораны внедряют в свое меню в шаверму очень многие сети сейчас скрываются и для них стритфуд и слова шаверма стало уже каким-то модным за три года прям прошел отрыв огромный поэтому я считаю что это конечно хвастовство но мы реально изменили много что за эти три года в ассоциацию к этому продукту мы придумали некий велосипед смогли там заворачивать там креветки близки шаверму в реберное мясо то лишь мы сделали шажок чуть-чуть новой в этом продукте и люди поняли что остаться с 90-х годов она ушла сейчас реально крутые инструменты используются в этом продукте в подаче в ремонте и когда у тебя уже бренда очень много у нас реально сейчас вывесок санкт-петербурге очень много мы за три года стали известны мы попали в сми то бишь если три года назад я приходил там в известно если не будем их называть вообще просто верно писать не хотели хорошо точно про меня писал то сейчас это интересно сейчас приходят телеканалы приходят сми и это многое изменилось я считаю что наверно одним из тех кто стараемся это менять я считаю что это сейчас прям самое нужное нам потому что во первых питер это очень душевный город здесь есть и душа душа у любого проекта который открывается он необычный если в москве чтобы не открою все полетит то в питере здесь вот если выберем общепит нужно быть гастро энтузиастом чтобы у тебя реально проект выстрелил вот поэтому когда здесь происходит рейтинг брендов тем более после этой ситуации которая произошла это очень сейчас нужно нужно любому направлению любому бренду сюда попасть и для меня например это прям трепетно очень потому что там три года назад я даже в жизни не мог подумать что шаверма может попасть про этих брендов а сейчас мы здесь вы делаете правильное дело и я считаю что это может мотивировать многих ребят создавать что-то новое и попытаться попасть к вам или сам развивать свою компанию чтобы когда-то оказаться да вот здесь